Груша совершена, ослабил вот эту вверх, поджал немножко бока, оставил в основном двух-трехлетнюю древесинку. Вот однолетняя древесинка, которая будет загружаться, вот эта вот однолетняя древесина, она сейчас смотрит вертикально вверх, потом на следующий год она станет вот такой, покроется вся кольчатками. Под тяжестью груш она будет спускаться вниз. То есть сейчас пока такое все торчит вверх, но потом со временем это все аккуратненько опустится вниз. Самое главное не укорачивать побеги. Вот они все побеги, однолетние, они все у меня были длинные, вот такой очень длинный побег, и он у меня весь покрылся кольчаточками. Вот они шикарные кольчатки, вот и все это вот гнется очень хорошо. И самое главное, говорю, не укорачивать. Как только мы сделали укорачивание, все что ниже начинает утолщаться. Поэтому вот с таким плодоношением надо всегда смотреть на дерево. И когда спрашивают, как обрезать грушу яблую, надо всегда видеть, как оно плодоносит, на чем оно плодоносит, как гнется. И уже из этого строить стратегию обрезки данного дерева. На этом все.